Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии The Siam в партии на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите её в описании. Всё-таки лучше смотреть сначала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, просто бонус Сиама на культуру. Нужно использовать DimaTorzok городов от гг-шек надо было тут и артистическую гильдию строить тоже на реке город немножко я правильно сделал сейчас вот построится колизефти на светлане я его аннексирую да и пойду там хоть и фиопа посмотрю но это черта плохая спалиться нормальных столь не не лучше твоей ну блин два железа лошадь и тут скромпы тут нормально так мечеть пагоды тут есть тут есть тут есть тут есть все городах куплены а ваты тут есть ваты тут есть 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 все пора начать аннексировать ацтекские городишки а 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 еще одна супер клетка красота какая а а а а а а а а Продолжение следует... 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 ну вы быстро нашлись да вот не он плюс у нас те чем традицию играть ну по-хорошему если бы я ему дал играть и не нападал на его он бы тут отъелся моментально я думаю не оба города просто у него бы не сейчас тридцатка была думаю к ходу сотом уже тридцатка была бы более того он зря ушел он говорит что он появился там где лампанг был только на клетку вправо от лампанга я считаю что ему надо было там и ставить столицу тут не надо было прям ради горы так упарываться он бы и без горы очень очень неплохо себя чувствовал а 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 Продолжение следует... 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 Раз, два, три, четыре, пять... Так вы еще ближе, чем мы с Ацтеком? Прими предложение... Продолжение следует... 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 до 11 процентов я думаю это без вариантов к сожалению а Продолжение следует... 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 а вот поставил бы он тут город уже сразу где вот у тебя арбалет и у меня уже меньше места было куда города ставить я бы уже не в такой вот почему не поставить третий город второй город дети начнет лан например на другой страну нацтек он отожрал бы и нацколешь нормально именно он бы отожрал очень очень быстро все это дело у меня не было другого выбора как нападать на него если бы хотя бы у него сосед какой-то был еще кроме меня и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Слушай, Сиан, ну я сейчас полосло не купить, что ты за заграбёшь дорогу такое происходит. Ну почему нет? Санга, я голосую за тебя, но я думаю это не имеет значения. Как он тут оказался? Специально сюда ввёл арбалеты, чтобы вот этот парень не проскочил. Но он всё равно каким-то образом проскочил. Да. 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 русский у тебя в питере русский еще так города широко расставил сиди не хочу русский у тебя в питере ну и куда он делся за деньги купил придурок копил деньги на покупку фабрики мало вот 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 Продолжение следует... 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 не шпионов не убивал а значит у шашона убил а вот и виктория хрр виталя вот это выше хрр это видимо столицы эфиопа бывшая она действительно тут очень неплохо выглядит если и или там джунгли были на этих холмах ну ты с этим лагерем справишься да могу уходить да конечно ну вообще карты с одной стороны интересная с другой стороны так вот нас раскидала по двое три пары я смотрю тут никто никому не мог помочь особо да да получается что вот так вот из рандомного блин долго так будут фабрики строятся в этих двух городах нормально вот эти 11 начисто может открыть какую еще дополнительные караваны построить на производство в тенач ситлан я Харар хотел озеро забрать, что ли? Да, это, блин, не знаю. Мне кажется, было ниже Одесса бы бы тащить куда-то. Да, у него ниже хорошие места, а у него слева, там, сверху можно было поставить город, а на уголе, там, нормально. Ну, хотел повоевать с тобой, видишь? Ну да, повоевать. Кто мы такие, чтобы ему запрещать? Тебе только в плюс оказалось. Да, у него тут за горами еще вон места, где мрамор, там, овцы. Если бы за горами кто-нибудь был, а также нету никого, вообще можно все ставить как хочешь. Да, блин, ему надо было вдоль гор с одной стороны поставить и вдоль гор с другой стороны поставить. Ну да, вот там, где Новгород, там, ну, чуть выше город бахнет. С той стороны бахнет горы. В конце концов, Киев забрать, шикарные горы. Ну да, тоже вариант. Эмбарго Сангай. Прощальный привет от Шашонов. Глоб Сейтан, я не смогу построить. Там надо что-то принять, чтобы устроить. Да, у него тут хорошие места. Ну, слушай, Виталий, я бы думал, ты его все равно вынесла. Ну, вот не знаю, на самом деле. Не, ну, воевали бы мы однозначно, но просто, ну, хер знает. Я вообще думал, ну, поставил Питер, я думал ставить город в высшем Москве, там, где-то, на реке. Таково, ну, у тебя на озере Сахарок можно было, там, и мрамор забрал. У меня в Москве сахар, мне Питер на сахаре стоит. Ну, сука, можно сахар. Слишком сладенько, да? О, лаки что-то урвал. Бля, я и забыл про него. Смотри, тебя Россия еще провела эмбарган и тебя. Так, давайте наши школы купим. , пока. Да? 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 crushed. upset. вера закон русский все творишься такое что-то натворила зато бедного санга а что-что-что там происходит отменим его религию хотя конечно вряд ли макер скажи что он там сделал эмбарго ну да блин у него еще и все города государства его но я не знаю в которой я нахожу ну извини те которые ты не нашел они были стали моими союзниками а теперь все которые я нахожу они уже твои почему-то а 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 у у кого какие мысли и какие-то еще варианты могут быть ну кстати судя по карте хуже всего вот сангая и шешона выкинуло у них некоторая Хотя ему не нравилось почему-то его... Ну, смотри, Лаки, ты же видишь, вот эта территория между Тенеч-Тетланом и Занзибаром, что неужели там нельзя нигде нормально селиться? Не, ну вот нормальный город Телкилфат. Ну, ну, вот он его поставил. Ещё можно было выше, наверное, вот выше гор ещё поставить. Причём можно было ниже его поставить даже. Ну, уже кавалерия, казаки. Ну, честно говоря, я не вижу возможности победить, к сожалению. Вынужден это признать. А сколько у тебя в науке вход? Что? Ну, 570. 570? Ну, у меня 450. Ну, предположим, я его даже догоню по науке. Вот просто предположить. Предположим, я построю фабрики. Они дадут мне производство... Блин, я не знаю. Ну, 10%... У меня денег столько, я столько армии. Да, ну вот я совершу, у тебя почти 6 тысяч. А чего ты ждёшь, ты куда хочешь выйти, чтобы купить армию, нас вынести? Я вышел в казак, вообще буду строить казаку. Пробой под нонатанки, поедут. То есть ты танками будешь... Ну, с Россией, с Россией. Ну, ты куда? То есть, куда? Ну, ты куда? Проще танками, конечно, чтобы быстрее доедут. Танки с блицом и с этим, с блицкригом, стоим по. Тем более, про панель из казачков какие-то вообще. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, в принципе, как выйдешь в танки, я, наверное, тогда готов сдаться. Шошона, вынесите, пожалуйста. О, у меня школьник подросла до трёх. Я тут техи начал тырить, вообще, 4-5 ходов. Он у тебя? Нет, я и у русского. Я рад за тебя, Петяна. Давай, Виталь, быстрее в танки, а то, может быть, я сейчас в танки тоже выйду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ой, зря Папнул Так, тут везде счастье Города, государства что-нибудь хотят Только потребовать друг с друга дань Лаки там предложение прими Ну он в физику не идет Самое что, то есть он идет прям в танки видимо Тут мне кажется есть шанс Если он меня не вынесет раньше Я успею лабы построить И попытаться на него напасть Субтитры сделал DimaTorzok У меня 730 науки Все, Масанкани уже захвачена А я только к ведуке строю Ну вот он уже в танкетке вышел Да, тут наверное Наверное все Блин, если я успею в самолеты выйти Их построить Хотя, ну как я тут успею Блин О, алюминий есть Субтитры сделал DimaTorzok Что они будут против танкеток работать Тем более с Блицкригом он тут Ворвется все Ладно, я думаю, что нету смысла тут Все-таки действительно продолжать Если я буду сопротивляться Виталию это еще часа два может занять Но Я вижу, что он уже в танкетке вышел Правильно? Да И в баллистику еще То есть следующую У нее просто танк уже будет Да Четыре хода Ну даже меньше Сейчас в чемного куплю А сколько у тебя науки? Семьсот Ну у меня уже науки больше Но я не думаю, что Семьсот Я в 2000 веры Я сейчас куплю три ученых Ну да, да Ну, с победой, Виталий Жаль, конечно Могла все-таки поинтереснее быть Вот если бы мы с тобой Лаки побыстрее забрали наших Ну, давайте подведем итоги На этом партия завершена Победил русский Виталий Кнуш Ну, по моему мнению Здесь получается Вы посмотрели дуэль скорее, чем ФФА И это тот случай, где Не от меня зависело, пожалуй, кто победит Потому что так расположило игроков Что у нас было три дуэли И Виталий слишком быстро Забрал своего соперника Более того Сангай и Шошона Они реально Они не могли не воевать Друг с другом Особенно касается Сангай У него просто нету места Он вынужден был нападать на Шошона Чтобы очистить место для развития Иначе просто, ну Признать свое поражение А заключать мир с Шошоном Ради того, чтобы там Сдерживать русского Опять же, бессмысленно Потому что это не дает Сангаю возможность выиграть То же самое касалось и меня Даже не видя, что там у других Я понимал, что Ацтек К сожалению Слишком хорошее у него место было Слишком хорошее И мне просто повезло, что он Пошел в традицию Я забрал его поселенца И смог этим воспользоваться И в итоге вынести Но место у него было Намного лучше моего И играть в развитие Дружба Там не имела смысла Потому что он просто бы Скорее всего на арбалетах Меня забрал Он настолько бы классно Развивался И этим воспользовалась Россия То есть Та самая ситуация Когда в ФФА От тебя все-таки Мало что-то зависит Но я старался Бился И как видите Даже по науке Обогнал В итоге Россию По науке вход Но он очень хорошо Воспользовался Возможностью Когда его никто не трогал Он накопил кучу денег Сейчас ему достаточно Просто проапгрейдить Свою кавалерию В танке Уже это будет Такие Очень мощное оружие А в автократии Есть Социальная политика Которая позволяет Танкам Не чувствовать Зоны контроля И даже Ну в принципе Ко мне проход Не такой уж и простой И можно попытаться Там постоять Позащищаться Поотбиваться Но у него Просто сразу Уже есть Очень сильная армия Она очень большая Мне ее еще строить надо Можно было бы Как-то там пробовать Через море К нему Плыть и на нее нападать Но это при условии Что я смогу отбиться А я думаю Благодаря того Танки Пять ходов Они очень быстро Бегут ко мне И Города будут взяты Особенно эти вот Ацтекские И будет открыт путь Ко мне на Сиан Не уверен Что я смогу Стоять Ну и тем более Что он тоже может Плавать по морю То есть у него Конечно кораблей нету Но он может Оплыть Моей редут Если я там Между горами Встану Он может просто Оплыть И высаживаться Танками Ужимая на территорию Ну игра Интересная Получилась Видите Такая более динамичная С постоянной Практически В каждой серии Войной Спасибо Что смотрели Играйте в умные игры Спасибо Что достарели до конца Я Леша Халецкий Тот кто сделал Это видео У меня к вам Несколько просьб Во-первых Не забудьте Поставить лайк А во-вторых Поделиться Этим видео Раз уж вы Смотрели до конца Видимо оно вам Понравилось Я вам буду благодарен И это поможет Распространению Моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Играйте в умные игры